В субботний вечер в фойе Брестского академического театра драмы в буквальном смысле был аншлаг. Публика, подобно программе фестиваля, пестила разнообразие. С одной стороны, джентльмены в строгих костюмах, с другой – молодежь в демократичных джинсах. На первом спектакле «Белая Вежа-2013» можно было встретить как искушенных театралов, так и тех, кто пришел на спектакль впервые. Пришли сегодня, повысили свой так называемый культурный уровень, узнали, что в нашем городе фестиваль театральный, будем посещать все спектакли и, надеемся, получим огромное удовольствие от этого фестиваля. У нас большие ожидания. Очень интересно посмотреть, что будет уже в этот раз, потому что «Белая Вежа» уже сколько лет, правильно? Интересно, что будет новое. Впечатления всегда самые хорошие, самые светлые, потому что, на самом деле, когда кто-то приезжает, правильно, это всегда что-то новое, новое впечатление, новые ощущения от актеров, в первую очередь, от атмосферы, которую они создают. Поэтому ждем в ожидании. Репертуар театрального форума в этом году вряд ли обманет ожидания зрителей. На сценические подмостки города выйдут драматические, кукольные, площадные, пластические театры из 14 стран мира. Режиссеры и актеры из Польши, Израиля, Литвы, Азербайджана, Армении, Японии, Греции и других стран представят на суд искушенные публики свои лучшие творения. Институт жюри в этом году претерпел изменения и, по словам Александра Хозака, стал более демократичным. Впервые в голосовании примут участие зрители и представители СМИ. Я думаю, что театр и фестиваль должны экспериментировать. В этом году призы будут у людей за лучшую женскую и мужскую роль, за лучший спектакль, любимец публики, за лучший эксперимент. Но это мы отдаем как бы более демократично. Это будут судить журналисты, то есть средства массовой информации. У них будет совет, которым, я надеюсь, кто-то из вас тоже будет участвовать. Это зрители путем голосования отберут лучший билет. Билеты будут бросать в урну, будет лучший спектакль отобран. А театральные критики, специалисты определят лучшего актера и актрису. В этом году на участие в фестивале служители Мельпомены подали более 200 заявок. Довольно вынуждительная цифра говорит о престиже и высоком авторитете театрального форума «Белая вежа». На открытии фестиваля губернатор региона Константин Сумар и министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов поприветствовали зрителей первого спектакля «Белой вежи» и отметили высокий уровень одного из самых значимых культурных событий страны. Десятка стран мира знает, что быть на нашем фестивале в Бресте престижно. И на этом фестивале очень высокий уровень. Да и я должен тоже отметить, что и наши любители театра, Брестчане, да и не только Брестчане заслуживают того, чтобы каждый год этот фестиваль был. Сегодня склалось так, что дякуючи развитию, техничному развитию сродков массовой информации, нема тих межу, які існовали раньше. Вось центр, вось некая периферия. И кожна регион, ён спаборничая за право того, как называться центром культуры. Мне здається, що у Бреста вето вето добро отримливається. І сьогоднішні фестивали, які зараз стартує, вето ми підсверджуємо. Право открытий театральний сезон було предоставлено Минскому театру студії киноктера національної киностудії «Беларусьфильм». Творческая труппа показала комедию, основанную на одном із лучших статистических произведень Кондрата Крапивы «Кто смеється последним». Несмотря на то, що пьеса була написана в 1939 году, лжеученый Горлохватский, главный герой, существует і поныне, а потому сюжет остається актуальним і в наші дні. Поставить человека на місто, сорвати маску со сплетника, высмеять подхалимство, показати, какой вред обществу і науці приносять кардіизм і демагогія. Лицидейство актєрів було на висоті. Комедія «Кто смеється последним» – один із 24 спектаклів, которые зрители змогут увидеть і оценить на этой театральній неділи. Викторія Драгобецка, Виктор Халявка, Дмитрий Лазачук, телекомпания Бук ТВ.